Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную, полезную, натуральную тыквенную кашу с рисом. Так всегда делала моя бабушка. И мы с удовольствием обретали эту вкуснятину за обе щеки. Для приготовления нам понадобится тыква, рис, соль, сахар, сливочное масло и обычная питьевая вода. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом запариваем рис. Насыпаем его в миску какую-нибудь, заливаем водой обычной и хорошо промываем. Сейчас я промою его под краном, пойду сразу так 4-5, пока водичка не станет прозрачной. Рис я хорошо промыла, теперь заливаю его кипятком. Чайник только закипел и сразу заливаю. Накрываем крышкой и оставляем так пусть запаривается. А мы тем временем займемся тыквой. Сначала разрезаем ее пополам. Вот такая у нас тыква в середине получилась. Теперь надо удалить мякоть и семечки из нее. Берем какую-нибудь миску и выскабливаем ложечкой вот это все внутренности из тыквы. Семечки можно не выбрасывать, их промыть, просушить и потом очень хорошо поджарить на сковородке или в духовке. Очень вкусно будет. Ну а мякоть вот это конечно выбрасывается. Вот так тыкву вычистила я одну половинку. Сейчас то же самое буду делать с другой половинкой. Тыкву уже очистила я. Теперь нарезаем каждый кусок тыквы на такие небольшие полоски, чтобы было удобнее работать с ними. Вот такие кусочки у нас получились тыквы. Теперь будем их очищать от кожуры. Берем ножичек и срезаем вот эту вот шкурочку. Вот такие очищенные дольки получаются. Тыкву почистили. Вот так со всех сторон она уже без семечек и без кожицы. Теперь будем нарезать каждую дольку на кубики. Вот так вот каждую полосочку берем и на такие кубики где-то примерно сантиметр на сантиметр. Вот такие кубики более-менее одинаковые должны получиться. Перекладываем порезанную тыкву в какую-нибудь посуду с толстыми стенами, в которой будем варить. У меня казанчик такой есть. Все пересыпаем туда. Заливаем тыкву водой. Наливаем где-то так, чтобы просматривать полностью до краю не надо. Но она вот так вот достаточно. Пол-литра я вылила на эту тыкву воды. И отправляем теперь на огонь. Огонь включаем сначала сильный, пока не начнет кипеть. Закрываем крышкой и ждем, пока закипит. Начинает уже закипать. Перемешаем на всякий случай, чтобы тыква ко дну не прилипла. Водички здесь не покрывает полностью тыкву, но ее видно хорошо. Закрываем и ждем. Когда тыква закипит, убавляем огонь. Перемешиваем ее. Закрываем опять крышкой и тушим минут 20-30 до мягкости тыквы. Прошло 25 минут. Сейчас посмотрим, проверим нашу тыкву. Вот она очень мягкая, уже хорошо сварилась. Будем теперь превращать ее в такую однородную субстанцию. Я это делаю с помощью обычной толкушки. Прямо здесь на плите беру и разминаю хорошо. Если вы будете варить тыкву в кастрюле, а не в казанчике, как я, тогда за это время, пока она варилась, надо будет не забывать мешать. А если же в казанчике, тогда тыква и так не прилипает, не подгорает. За что я люблю готовить в казанчике, хотя он уже такой старенький, достался мне в наследство. Но я в нем очень люблю готовить каши, плов. Перемолоть можно и блендером, конечно. Но я делаю так, как делала всегда моя бабушка. Блендера в то время не было. Поэтому так толкушечкой мнем, где-то больше кусочек тыквы останется, где-то меньше. Прямо однородное пюре превращать не обязательно. Ну, вот такая субстанция получилась мне. Более-менее однородная. Теперь надо это все дело посолить, добавить сахара. Соли надо добавлять совсем немножко, где-то пол чайной ложечки, я думаю, будет достаточно. И добавляем сахар. Сахар добавляйте по вкусу, это будет зависеть и от сладости самой тыквы, но и от того, насколько сладкой вы любите. Пока добавлю две ложки столовички, перемешаю и попробую. Пожалуй, добавлю еще ложечку сахара. Ну, так, я думаю, будет достаточно. Теперь в полученное тыквенное пюре добавляем рис, который был у нас замочен. Я слила воду с него и еще раз хорошенько промыла проточной холодной водой. Перемешиваем это все. Воды здесь достаточно, я больше доливать не буду. Закрываем крышкой и пусть тушится на маленьком огне 15 минут. Прошло 15 минут. Рис уже практически готов. Воды почти нет. Добавляем теперь сливочное масло. Масла много не бывает, так что масла не жалейте. Грамм 50-70 на эту порцию будет хорошо. Перемешиваем. Закрываем крышкой и томим на самом-самом слабом огне, который только у вас есть. Минут 5-10. Прошло 5 минут. Выключаем огонь. Дальше ставим нашу кашу на одеяло какое-нибудь тепленькое и хорошо укутываем, чтобы рис напарился, стал мягким. И в таком состоянии оставляем где-то на полчаса, а можно минут на 40. Прошло 40 минут. Вот такая у нас красота получилась. Кашка настоялась. Сейчас будем ее пробовать. Вот и все. Вкуснейшая тыквенная каша с рисом готова. Приятного аппетита! И пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok